Ну хорошо, теперь нам нужно поговорить про еще одного революционера, Рамбо, Маймонит. Кстати, я могу заметить, что почему я называю еще и латинские имена, почему Маймонит или Адицена или Авероис, потому что в 13 веке, это я забегаю вперед скажу, в 13 веке, но это начинается процесс, может быть, чуть раньше, начинается с 12 века, когда были созданы европейские университеты, постепенно Аристотель, несмотря на то, что христианская традиция его задвигала куда-то в угол, но поскольку развивается наука, университет и так далее, то Аристотель потихонечку в арабском халатике начинает проникать в европейские университеты. Это непростой был процесс Аристотеля, тем более в арабском халате, когда пытались выгонять из университета, не пускать в университет и так далее. Но были ребята, которые были привержены ему. И постепенно он все-таки проник в университеты. И так зародилось то, что школа, которая называется христианской схоластикой, это уже рецепция Аристотеля. И поэтому те авторитеты, благодаря которым Аристотель и проник в европейские университеты, а именно арабские мыслители, включая Маймонида, не случайно у Иуда Олеви нет латинского имени, потому что он никому не был интересен. Рамбам был интересен, поэтому у него есть латинское имя. Рамбам Значит, что можно сказать про Маймонида, про Рамбама? Рамбам предпринимает еще гораздо более радикальную попытку, радикальной, если не трансформации, то, по крайней мере, реинтерпретации иудаизма по сравнению с Адей Гаоном. Он пишет несколько таких крупных произведений, на самом деле их не так много. Первый из них это «Комментарий к Мишне». Казалось бы, ничего особенного нет, комментарий к Мишне, ну нормально, почему не написать, но на самом деле это революционный шаг, потому что Мишна является основой Талмуда. Талмуд объясняет Мишну, потом Талмуд объясняют Гаоны и так далее. По сути дела он что делает? Он как бы, минуя всю эту традицию, обращается опять к тексту Мишны. Мишна — это компендиум Устной Торы, который был записан. И комментирует Мишну. Комментирует он ее на иудео-арабском языке. Ну и помимо вот этого самого революционного жеста обращения непосредственно к Мишне, как бы вроде отодвигая в сторону всю традицию Устной Торы, он привносит в этот комментарий целый ряд философских эссе. Например, в предисловии к трактату Авод он пишет, по сути дела пересказывает аристотелические доктрины о трактатах о душе, в общем занимается как бы психологией и этикой одновременно в рамках этого эссе, которое издается иногда отдельно и называется «Восемь глав». Это его предисловие, оно состоит из восьми глав. Ну и так далее. Не буду перечислять сейчас все эти моменты. Ну, например, он отождествляет Маосе-Миркова и Маосе-Берешит. Это такие талмудические понятия. Маосе-Берешит — это сотворение мира, условно, деяние мира. А Маосе-Миркова — это деяние колесницы. Первая ассоциируется с первой книгой «Бытия», с первыми главами сотворения мира, а вторая ассоциируется с первой главой пророка Эхискеля. Вы, скорее всего, знакомы с этой доктриной по песне Бориса Гребенщикова. «Вол, исполненный очей» — это все проведение пророка Эхискеля. Так он видит явившихся ему быка и льва, и орел с лицом орла и так далее. Так вот, Маймонит говорит о том, что Маосе-Берешит — это физика, а Маосе-Миркова — это метафизика. То есть он переводит это в рамки традиции аристотельской. Ну, хорошо, вроде бы это еще ничего. Ну, хорошо, ну так себе, вроде сказал, сказал, ну ладно. Тем более талмудические понятия, вроде ничего особенного. Правда, еще одна вещь, которую он делает в рамках комментария к Мишне, он создает доктрины веры, чего нет в иудаизме до него, до XII века. Даже Сайдя Гавон не написал ничего, во что иудей должен верить. А Маймонит что делает? Он пишет «13 основ веры», это тоже в комментарии к Мишне. Он пишет, по сути дела, догматику создает, да, иудейскую догматику. Понятно, что для талмудического проекта, о котором я говорил, никакой догматики быть не может вообще, ее представить невозможно. Сайдя вот тоже удержался от какой-то догматики, а Маймонит считает, что догматика необходима, необходима вот эти самые кредо веры и так далее. Он формулирует эти 13 правил, 13 основ веры. Но следующая книжка, которую он написал, она еще более проблематичная. Называется она «Мишный Тора». Мишный Тора, буквально, если переводить, это второзаконие, так переводится это словосочетание. И так называется последняя книга пятикнижей, а так и называется в самой этой книге Мишный Тора. Потому что что делает Моисей? Он повторяет Тору перед народом Израиля. Поэтому, собственно, и название второзаконие. Он еще раз повторяет все то, что было. Получается, что Маймонит пишет еще одно повторение Торы. Так он подает эту книжку. Ну, книжка чем является? Книжка является первым всеохватным кодексом еврейского закона. Я говорил вам про то, что кодекс, вообще-то говоря, проблемная очень вещь. Маймонит пишет этот кодекс. Можно, конечно, Мишну считать первым кодексом. Мишна не кодекс. Мишна — это компендиумусные Торы. Потому что в Мишне отнюдь не сказано, что надо делать так или делать иначе. Там чего только нет. И сказки, и то, и все, и пятое, и десятое. Один говорит так, другой говорит иначе. Что делает Маймонит? Он пишет в категорической форме, без атрибуций, по главам. Все четко. Делает такой кодекс из 14 книг состоящий. Поэтому он иногда называется «Яд Хазака». Слово «Яд» — «Юд, Далет» — это 14. Он создает такой кодекс. Ну хорошо, но кодекс. Все признают, что гениально Маймонит это сделал. Он, по сути дела, перелопатил весь Талмуд и свел его с новым делением на темы. Хотя эти его деления на темы в каком-то смысле повторяют, немножко изменяют порядок Мишны. Но сейчас не будем в это входить. Все признают, что он гениально это сделал, лаконично, четко, просто супер. Но первая книжка этого кодекса называется «Книга знания». Ну хорошо, открываем эту книгу знания, начинаем ее читать. И понимаем, что это изложение физики, метафизики Аристотеля. То есть, тут мы задаемся вопросом. Так, подожди, что мы читаем? Кодекс еврейского закона. Как кодекс? То есть это не просто так, это не трактат. Это не то, что философский трактат я написал, кто хочет, читайте. Это кодекс. То есть это аллаха. Так нужно представлять себе мир. То есть это первая книга. Как нужно представлять себе мир? Обязан иудеи, с точки зрения Маймонида, обязан представлять себе мир по последнему слову науки. А иначе никакого иудаизма нет. А он же сам говорит про эти книги, что масса, грешить масса мир. Кого это кабала? Нет. Когда он использует слово кабала, что кабала что означает? Кабала это традиция. Когда мы говорим про кабалу как явление определенное, мистическое, это одно. Например, Авраам ибн-дауд, которого я упоминал, тоже пишет книжку, которая называется «Сефер кабала». Что это такое? Это описание передачи еврейской традиции. Историография. И не имеет никакого отношения к мистике. Так вот, что у нас получается? Получается вот такая картина. Тогда и в общем на самом деле он пишет об этом некоторыми. Кто такой иудей вообще? Иудей это тот, кто принимает вот эти 13 основ веры. Ну там процедуру он не отрицает, что нужно пройти геюр и так далее. И все. И вот он иудей. Ну а помимо всего прочего он должен иметь вот эту самую картину мира научную. С самого начала. Потом уж дальше все остальное. Поэтому если, значит, мы не закончили, не прошли какой-то вот такой интенсивный курс, популярный, излагающий научные теории современности, то ни о каком иудаизме и речи быть не может с точки зрения моимонита. То есть это серьезная история, да, то есть которая как бы, ну, меняет, многое меняет. Но это еще не все. Он написал эту книгу, есть критика этой книги, некоторые говорят, что он стагнировал закон и так далее, некоторые говорят, что он привнес чуждую мудрость, вот благодаря этой самой книге знания. Он пишет еще одну книжку, которая называется «Путеводитель растерянных». Это книжка, он пишет, что эта книжка, она, он ее адресует как бы своему ученику, который достиг определенного уровня в познании философии, науки, то есть и пришел в замешательство. Растерянный это кто? Это тот, кто пришел в замешательство, потому что с одной стороны он потратил много времени, изучал философию и увидел вдруг, что философия, а он Тору тоже изучал, и увидел, что философия Тора что-то не состыкуется. И он в замешательстве. И Маймонид говорит, я тебе, я все тебе сомнения не сниму, но я тебе дам ключ к тому, чтобы ты понял, каким образом нужно эти противоречия снимать, и что на самом деле, как бы этого, этих противоречий, может быть, и нет. И вот пишет этот самый свой трактат, причем он пишет его таким образом, хитрым, он говорит, что для того, чтобы мне тебе объяснить все это, мне придется раскрыть тайны Торы. А мудрецы Талмуда говорили, что нельзя раскрывать тайны Торы, даже один на один, как же я напишу это в книжке. Ну я, говорит, придумал как. Я так напишу, что те, кому не нужно, они не увидят ничего. А ты, если будешь внимательным и обнаружишь противоречия, и там несостыковочки и так далее, тогда ты его видишь. И по сей день ребята занимаются этим. Исследователи, есть даже такой анекдот, есть его монодес, есть твой монодес, есть май монодес. Май монодес на английском — это маймонит и есть. То есть у каждого есть свой маймонит, то есть все считают, что они поняли, что же там за скрытый смысл скрывается вот в это произведение. Но если бы он написал действительно все так, что обычные люди, последователи Саади, ортодоксальные иудеи уже в новом смысле слова, спокойно воспринимали его трактат, то было бы все ничего. Но есть какие-то места, которые, в общем, ну несколько, скажем так, любого ортодоксально настроенного человека смутили бы, не знаю, почему уж он решил все-таки включить такого рода рассуждения в свой трактат. Например, есть у него прекрасная притча о людях, которые по-разному воспринимают Бога. Притча такая. Бог подоблен царю, который живет в дворце. Есть люди, которые вообще не знают о существовании дворца, не знают, где он и так далее, живут в лесу. Есть люди, которые знают и отправились к этому дворцу. Есть люди, которые подошли к стенам этого дворца, есть те, которые ходят вокруг этих стен, ища вход. Есть те, которые вошли во двор, и есть, наконец, те, кто поднялись в царские покои. Когда он описывает, значит, ну притча, притча, все нормально. Дальше он говорит, что те, кто ходит вокруг стен дворца, это раввинские массы. Раввины. А те, кто проникли, это философы. Ну, естественно, человек читает, что нормально, наш маймонит, написал Мишна Тора, все хорошо, ладно, мы простили ему физику с метафизикой, но это что такое? Что же это за приключение? То есть, например, это главка, были авторитеты более поздние, которые говорят, что это не мог написать маймонит, это я маймонит написал. У него. Это точно вставка какая-то позднейшая. Ну, вроде нет, вроде это он написал. Есть еще целый ряд такого рода взрывоопасных моментов в учении маймонита. Например, когда он говорит о сотворенности или предвечности мира. Это одна из проблем средневековой философии. Мир сотворен или мир предвечен. Почему возникает такой вопрос? Возникает такой вопрос, потому что с точки зрения Аристотеля мир предвечен. То есть, он существовал всегда, материя существовала всегда. А в Торе написано, вроде что Бог сотворил мир. С неоплатонизмом нет таких проблем, правда же? Там есть другая проблема. Того, что Бог истекает, потому что он как бы само собой, а не акт волевой. Это будет решать проблему, например, Шлома и Бангверой. Но относительно того, что мир сотворен или предвечен, это, по сути дела, попытка совмещения аристотелизма и монотеистической доктрины. Что говорит по этому поводу Маймонит? Удивительные вещи говорит. Он говорит, что Аристотель не доказал предвечность мира. Это недоказанное утверждение. Но если бы он доказал, то мне, говорит, не стоило бы никаких трудов истолковать Тору так, что она говорила бы о предвечности мира. Поскольку это не доказано, а то я не буду этого делать. Хватается за голову Спиноза потом, схватится за голову и говорит, что посмотрите, он просто насилует текст Священного Писания, а что хочет с ним, то и делать. А завтра докажут, так что мы истолковывать иначе. Не исключено, что с точки зрения Маймонида, да, будем истолковывать иначе. С точки зрения Маймонида не исключено, что сама ситуация, хотя сложно это приписывать человеку 12 века, ну, такого постоянного прогресса науки. С точки зрения Маймонида не буду сейчас обосновывать этот тезис, но можно себе представить себе такую его позицию. По сути дела, Тора номер один — это сотворенный мир. Почему, собственно говоря, нужно изучать мир и быть философом? Потому что, вообще-то говоря, указание Бог дал, сотворив мир. И вообще-то человек мог бы, изучая мир, понять, что ему делать. Не нужно для этого специально говорить «не убей, не укради». Изучи мир и увидишь, что не надо ни убивать, ни красить, и то есть все, и все, и все, и все, и все. Пятое-десятое. Поэтому, в каком-то смысле, это и есть Тора номер один. Тора номер два, она была народу Израиля, потому что этому человечество не справилось. Просто сотворенный мир никак не считывается никем. Но тогда, получается, что у нас есть корреляция между изучением мира и изучением Торы. Изучая мир, я возвращаюсь к изучению Торы, вижу там противоречия, возвращаюсь к изучению мира, снимаю противоречия и так далее. И так все время мы и двигаемся. То есть мы должны, по сути дела, с точки зрения Маймонида, получается, изучать одновременно и мир, и Тору. И, собственно, в связке между изучением мира, а изучение мира — это философия, то есть изучение мира — это же философия. Мы изучаем одновременно Тору, и это тогда, получается, наш религиозный долг. То есть если схематически, то он рисует вот такую картинку, нам удивительно. Он говорит, вот мы нарисовали, вот эта мононатистическая картина, здесь человек. Он говорит, ну человек что должен делать? Он должен изучать мир. Вот он, человек. Он находится не здесь, он не просто этот самый актер, действительно, если брать тот образ, который реализует сюжет. Он должен посмотреть, что происходит вокруг. Вот он смотрит, что происходит вокруг. Ну если он как бы расширяет свои познания, вот смотрите, что с ним происходит. Вот так вот он потихонечку, изучает, изучает, глядишь и поднялся. Как написано в Зое, поднимутся воды. Ну, поднимутся воды или нет. То есть по сути дела получается, что Маймонит говорит о чем? Он говорит о том, что мы работаем изначально, мы работаем как раз не с землей, если пользоваться термином, там, Маймонит говорит о том, не лоадама и лоадам, человеком. То есть человек, по сути дела, а как вырастить этого человека? Да человек это и есть философ. Но Маймонит на самом деле говорит, в том же, так сказать, путеводитель растерянных, еще одну поразительную вещь, которую удивительным образом почему-то большая часть, в том числе и исламских, и христианских мыслителей, как-то нормально принимает. А говорит он, что на самом деле философия не греческая история. Вообще-то говоря, изначально первый философ это Моисей, который по сути дела понял, как устроен мир, и собственно поэтому с ним Бог заговорил, и он пришел и принес в мир религию как инструмент, который поможет человечеству что сделать? Ну всех и каждого привести к вот этому постижению. А тогда мы, собственно говоря, и придем к будущему миру. Видите, новая интерпретация. Что Абрам? Не постигнет. Ну про Арама он не говорит. А Яков? Он ничего не говорит про них. Почему Моисей первый? Потому что ни Авраам, ни Яков не принесли Тору народу, а Моисей принес. То есть они, может быть, и постигли, но они тогда философы, которые вышли из пещеры. Знаете этот миф? Про философов в пещере. Знаете, это платоновский миф в трактате «Государство». Там замечательная история про то, как в пещере сидят, ну, в целом, сообщество живет в пещере и на стенах видит какие-то непонятные, что-то такое непонятное, тени какие-то мелькают. Один парень выходит из пещеры, случайно нашел выход, вышел из пещеры, и понимает, «Ох, так это просто пробегает здесь, там, олень пробежал, то-се, отсюда и тень». Ну, вышел из пещеры, казалось бы, и гуляй. Нет, он возвращается в пещеру, говорит, «Ребята, я вам сейчас все объясню». Ну, вы понимаете, каков его конец, да? Печальный. Никто его не слушает, там, и так далее. Этот миф, он, по сути дела, миф о философе, который может вернуться к людям, а может не вернуться к людям. Философ, которого Маймони называет еще и пророком, то есть философ может быть пророк, а может быть не пророк. Пророк — это не тот, кто там видит будущее и так далее для Маймони. Нет, ничего сверхъестественного. Это просто философ, который возвращается к людям. Поэтому Моисей, вот он приходит, сторой, говорит, «Ребята, давайте сейчас мы здесь все построим. Социум нормальный в этом социуме будет что у нас? У нас будут все условия для того, чтобы как можно больше ребят занимались философией. То есть построим библиотеки, дадим возможность им заниматься». И потихоньку у нас появится целое сообщество, целый социум философов. Так это и есть иудаизм, говорит нам Маймони. Поэтому если бы он, например, сегодня писал свой кодекс, то, наверное, он начинался бы с квантовой теории, теории относительности. «Да, ребята, я думаю, а без этого что вы? Какие бы иудеи?» Без этого нет иудаизма. Вы видите, да, то есть радикальная история. Причем не то, что он как бы подтягивает, как Саадя, да, берем там это, немножко Калама, все нормально, чтобы у нас ничего не... Он как бы не просто через Аристотеля истолковывает. Он говорит, что изначально философская интенция, то есть попытка человека познать мир, как он устроен, это и есть главная религиозная задача, это и есть иудаизм. И это, в принципе, ну вот он утверждает, что это присуще иудаизму изначально. Моисей был философом, все были философами, пророки были философами, все еврейские, мудрицы Талмуда были философами, и мы должны их тексты соответствующим образом понимать. И когда же эта философия закончилась? С эпохой Гаонов. Саадя Гаон уже не был философом. Он был апологет. И еврейская традиция прервалась. Я, маймонит, пришел исправить эту ситуацию. Поэтому я ее исправляю. Даю Мишне Тору. Мишне Тору — это кодекс закона. Законом больше заниматься не нужно. Вот он есть. Он так и пишет в своем предисловии. Теперь человек может взять письменную Тору Моисея, устную Тору Моисея, он, слава Богу, тоже Моисей. Да, устную Тору Моисея, письменная Тору Моисея, и все, больше ничего не нужно. А что такое Талмуд? А Талмуд, он говорит, он включает в себя в том числе и философию. И поэтому человек должен заниматься Талмудом. А что значит заниматься Талмудом? Это не значит, что искать теперь законы. Там так, сяк, вот я вам дал уже, закон есть. А это значит заниматься философией, познанием мира. Вот такой проект. На этом этот блок мы заканчиваем. Нам остался еще один всего. На этом мы вроде бы все с Маймонидом. Если есть вопросы. Роман, это адаптационный проект. Почему он адаптационный? Он как бы адаптирует к языку, то есть к понятию в 13-й веке, как в данном случае, на те константы истины, иудаизм, и вот представить. Это исходя из того тезиса, вы скажите, чтобы сегодня мы поговорили там на языке. Ну, это я предположил, да, не знаю, что бы сказал Маймонид, но получается, что да. То есть это реинтерпретация. Не адаптация, а скорее реинтерпретация, в которой иудаизм предстает, ну, совершенно не тем проектом, которым мы изначально себе представляли. То есть это получается другая история. А путеводитель растений, как он переведен, да, уже? Первая часть путеводителя переведена и очень хорошо переведена, и откомментирована прекрасно Мишу Шнайдером, который потратит много сил и времени на это. Ну, по-моему, продается здесь где-то давно. У нас в музее есть, и в книжниках есть. А сейчас есть новые такие, ну, как сказать, развитие иудаизма, как сионизм, там, модернизм. Он может быть вот из Рамбама тогда истекать? Почему тогда его отрицают? Ну, из Рамбама сионизм вряд ли может истекать. Но если говорить не про сионизм, а вообще, да, то есть вообще разного рода реинтерпретации. То есть сам факт реинтерпретации. Да, ну, в каком-то смысле, конечно, да, то есть, ну, можно сказать, что вообще история религии любой, не обязательно иудаизма, она и складывается из этих реинтерпретаций. Проблема, например, людей, которые, ну, людей, в частности, на территории постсоветского пространства, о некоторых религиях на постсоветском пространстве. Это ситуация, при которой мы не видим истории этих реинтерпретаций. Они накладываются одна на другую, и получается винегрет, каша какая-то такая невероятная, которую, как бы, обычно, ну, новые адепты, или, наоборот, старые адепты, которые не знают ничего про это, они, как бы, вкушают это, как истинный иудаизм. А мы видим, что их вот уже, у нас нарисовалось, по крайней мере, три разных иудаизма совсем. Да, они не одинаковые. Там кодекс нужен, здесь кодекс не нужен, тут философию давай изучай, а там, наоборот, надо против философии бороться. Вот тебе и разные иудаизмы, он тот или он этот, а какой же сегодня правильный? Маймонидов правильный? Я думаю, это мы еще до конца не нашли, но право, мы же собираемся двигаться дальше. Увидим, что там будет потом. Какие еще иудаизмы появятся. В том числе, да, религиозный сионизм, это тоже определенного рода интерпретации. Связано с определенными, опять же, понятиями. Но с какими, это нужно разобраться, собственно говоря, для этого и существуют эти самые курсы по истории мысли, чтобы мы могли, на самом деле, немножко одуплить, что у нас в голове. Потому что у нас, как правило, винегрет, каша. Мы не знаем, откуда это взялось. Какие-то вещи, может, из Майнкамф прям прямиком попали в нашу голову, а мы их как бы считаем нормальным, нормальным ингредиентом того салата, который должен быть в голове каждого достойного человека. Майнкамф точной истории могу очень попросить. Майнкамф точной истории что-нибудь могу попросить. Ну, это я так сказал. Не знаю. Это нужно проверять. Но проверяется это именно таким образом. Вот как бы изучением истории мыслей. И тогда мы видим, как что развивалось. А можно вот так сказать, что про отцы, которые изучили, ну, вот этот прямых, которые до исхода, там они просто изучали мир, получается, познавали мир искусства. С точки зрения Маймонида, да, конечно. То есть, когда говорится о том, что они изучали Тору, там, не знаете, мидраж, да, что Абрам соблюдал всю Тору. Они все про отцы соблюдали всю Тору. Для Маймонида однозначно, что соблюдали всю Тору, это означает, что они занимались философией, конечно, чем другим. Не то, что они не открывали Кока-Колу в субботу. Например. Ну, хорошо. Значит, это то, что касается Маймонида. И попытки его революции. Его революция не удалась. Но если бы она удалась, то ортодоксальный иудаизм стал бы как бы этим самым, да, не сектой, а просто стал бы как бы по журналу «Наука и жизнь» своего времени. Аристотелизм — это как бы главная цитадель науки. То есть тогда просто иудаизм превратился бы в науку. Вот такая бы произошла история, если бы это удалось все, да. Тогда, собственно говоря, была бы здесь действительно была бы религия ученых, философов, которые как бы изучают мир там и так далее. Все. Ну, надо сдавать экзамены, по-другому нельзя, да? То есть... Аришнеком. Ну, коммунизма... Нет, коммунизм вам здесь как раз не пахнет. Потому что у Маймонида иерархия, на самом деле, очень строгая, поэтому там нет коммунизма. Значит, что произошло дальше? Дальше произошло следующее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова